Сегодня в зале заседания районной администрации прошло очередное аппаратное совещание. Вел в совещание глава администрации района Загир Гаджевич Поташев. И по традиции о мероприятиях, проходивших в структурных подразделениях и по республике, доложил управляющий делами райадминистрации Муслим Али Султану. Главой администрации муниципального образования утверждено штатное расписание муниципальных служащих аппарат администрации на 2015 год. В Министерстве связи и телекоммуникации Республики Дагестан состоялись обучающие курсы по переводу муниципальных услуг на предоставление в электронном виде, а также обучение работ в информационно-учетной процессной подсистеме. На обучающих курсах приняли участие уполномоченные специалисты муниципальных образований сельских поселений Казартовского района. В актном зале администрации города Кизляр состоялся семинар совещания, проводимое Министерством образования и науки Республики Дагестан совместно с Министерством внутренних дел по Республике Дагестан по теме о совместной работе Управления образований и органов внутренних дел Республики Дагестан по обеспечению прав детей на образование. В работе семинара совещания приняли участие Касимов Вакит Адвирханыч, заместитель главы администрации, начальник управления образования Буллаев Абдулахан Магомедович, главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Камилова Наида Мусаидовна. В администрации Хатаритовского района состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии Министерства образования Хатаритовский район под председательством главы Министерства образования Салава Джамат Шапиевича по вопросам выполнения пункта 5, округа номер 9-10, заседания АТК в Республике Дагестан от 2 декабря 2014 года и обеспечения общественного порядка в период празднования новогодних и рождественских праздников. На прошлой неделе в городе Мхачкала состоялся ежегодный форум «Виноградарий» под руководством председателя Народного собрания Республики Дагестан Хизри Шиксаидова. Основной целью встречи было обсудение итогов уборки и переработки иноградров за текущий год, а также вопросы, направленные на поиск инновационных выявлений механизмов их решения. В работе форума принял участие первый заместитель главы администрации муниципального образования Хизриев Мурат Хашгиревич. В Большом зале Русского драматического театра имени Максима Горького в Мачкале состоялось торжественное мероприятие, посвященное итогам уходящего года культуры в России. Открыл торжественное мероприятие глава Республики Дагестан Абблатидов Рамазан Гаджимурадович. В торжественном мероприятии приняли участие заместители главы администрации района Загалов Идрис Магомедович и начальник отдела культуры Магомед Алиев Мухтазали Саида Хмедович. В Министерстве экономики и территориального развития Республики Дагестан направлены на занятия по обучению налоговым в Ибрусском СПП парус муниципального управления, заместители глав сельских поселений муниципального образования в Тайверковский район. Занятия пройдут в течение недели, распределенные по группам. В Малом зале заседаний правительства Республики Дагестан стояло совещание под руководством руководителя администрации главы и правительства Республики Дагестан Рамазана Алиева. По вопросу собираемости налогов в консолидированный бюджет Республики Дагестан в работе совещания принял участие глава администрации района Боташев Загир Гаджевич. Сегодня строится очередное совещание актива района с повесткой дня первое о работе с обращениями граждан в муниципальном образовании Хасарьковский район за 2013 год. Ответственный Али Султанов. Второе о ходе выполнения плана по сбору местных налогов в сельских муниципальных образованиях. Ответственный к Изреев. Материалы подготовлены, доведены до руководства. Наступающие оповещены у меня сельских дагестан. Наступающий 2015 год объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал Анна Лар Азаматов, главный район Центральной районной поликлиники. Указа Владимира Владимировича Путина в следующий год, 2015 год, объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В целом и по России, и в Дагестане особенно смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет почти 70%. Поэтому в связи с этим у нас составлен комплексный план, который согласован с республиканским кардиологическим диспансером. Мы планируем в первом квартале закупить необходимое количество ЭКГ-аппаратов, тонометров, дополнительно, всю методическую литературу и документацию. Эта работа будет и выездная работа, все это усилено и направлено на борьбу это сердечно-сосудистые заболеваниями. Эту работу мы проведем и в коллективах, начиная с администрации района. И, я думаю, дадут этот положительный результат. На прошлой неделе состоялась коллегия в Министерстве здравоохранения. Это была последняя коллегия в этом году. Мы обсуждали 2-3 вопросы, плановые 3 вопросы. Потом министр здравоохранения еще ряд вопросов поднял. Ну, по крайней мере, он сказал в своем выступлении, среди этих министерств худшее положение ожидается в Министерстве здравоохранения, поэтому надо выходить из положения собственными силами. Позже за подписью Джамбула Шапиевича я несколько раз обращался по поводу выделения дополнительных штатов по школам, там даже в центры здоровья. Единственный вопрос этот поддержали по детским садикам. Это будет финансироваться через фонд медицинского страхования. Мы объявим конкурс на прием этих детских сестер, которые раньше работали, а, к сожалению, они не имели сертификата. Без сертификата специалистов люди подниматься на работу не будут, потому что финансироваться не будут. Без сертификата, тарификационные списки мы представим фонд. В газете и вести Хасайютовского района условия конкурса все будут объявлены. По крайней мере, детским дошкольным учреждениям мы надеемся, что будет укомплектованный штат и детских медицинских. На очередном совещании районного управления образования обсуждался вопрос о завершении очередной учебной четверти посещения и успеваемости. Об этом доложил в начале своего выступления Абдула Абдуллаев, начальник районного управления образования. На очередном совещании фактета управления образованием судили вопрос о завершении очередной учебной четверти. С 31 по 12 число идут зимние каникулы, то есть 12 уже дети идут в школу. Проводим анализ по результатам воспринимаемости и посещаемости разреза образовательных учреждений, после чего мы вносим свои дикты к руководителю образовательного учреждения. В субботу в районе состоялась очень приятная презентация школьной костюмы, которая действительно была очень приятна присутствовать мне сегодня на совещании. Это специалисты управления образованием несколько раз напомнили об этом, что я сегодня тоже напомнил на совещании, где прекрасно были презентованы школьные формы как для мальчиков, так и для девочек, а основные для начальных классов. Я думаю, эти школьные костюмы, они доступны для родителей и как по качеству, и как к цене. Наверное, в будущем учебном году родители сделают свой выбор, приобретая вот эти школьные костюмы. Температурный режим в классных помещениях соблюдается. Завершилась уже практическая установка газоизмерительных приборов. И также завершается монтаж тревожных кнопок по образовательным учреждениям. Завершаются все выплаты, практически завершились, завершаются все выплаты за 2014 год. Мы год закрываем полностью без задолженности. Мы получили и заработную плату для учителя, получили питание, получили все коммунальные выплаты. Наверное, еще раз бы, Шармагомедович, подчеркиваю ваши заслуги, которые вы... Издан в комплексе приказ по проведению новогодних мероприятий. Приказ был согласован с прокуратурой, РОВД и с поджарным надзором. Во всех образовательных учреждениях обозначен план проведения новогодних мероприятий. Об этом извещении как районы внутренних дел, отдел внутренних дел, прокуратура, ПДН и другие интересующие службы. Мероприятия пройдут во всех образовательных учреждениях и они на контроле всех структур. Как отметил Изамеддин Ириспиев, начальник управления сельского хозяйства, в эти дни продолжаются уезды по хозяйствам района с проверкой зимовки скота, а также постановки техники на зимнее хранение. На то, что мы продолжались уезды с петербургом сельского хозяйства, с телевидением Айташ, по хозяйствам нашего района. Проверяли состояние озимокультур, обывали в хозяйствах мух, освою, т.к. султанам. Состояние озимок на сегодня удовлетворено. Также проверяли ход зимовки крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота. Проверяли в хозяйствах, в крестьянском юрских хозяйствах Магомедова и Росенах, которые находятся на населении Нового Костяка. Там заготовили достаточное количество грубых кормов для проведения зимовки. А также в крестьянском юрском хозяйстве Росенах и детских разводят петушных зверей, идет расчирение зверофермы. С выездом также посетили на прошлой неделе тепличное хозяйство Ассанханово, где проводились работы по выселу семян для получения рассады томатов. А также шли там работу по подготовке теплицы для посадки томатов. О том, какие выплаты пособия идут в эти дни через почту, доложила начальник управления социальной защиты населения Атикат Азаматова. 22 декабря 2014 года Управление социальной защиты населения получило приказ о делегировании некоторых полномочий Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. Делегировать полномочия Министерства труда и социального развития Республики Дагестан по признанию граждан нуждающимся в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг под Ведомственным Министерством Государственным бюджетным учреждением Республики Дагестан комплексным центром социального обслуживания населения и муниципального образования. Это значит, что полномочия комплексных центров расширены, и они будут сами определять индивидуальную программу работы с категориями людей, которые нуждаются в социальном обслуживании. То, что раньше делалось в Министерстве. По отделу бухгалтерского учета начались уже отчеты, тепловой режим сохраняется, и работа идет в штатном расписании режима. По словам руководителя управления культурой Муртезали Магомедалиева, учреждения центра культуры района принимали участие в разных мероприятиях, проходивших как в Махачкале, так и в других районах республики. На прошлой неделе в Муртезали Магомедалиевском театре состоялась фотосессия лучших творческих коллективов республики, организованных Республиканским Домомом Народного Творчества и Министерством культуры Республики Дагестан. И также был туда приглашен наш народный ансамбль Центра традиционной культуры народа России, и в селении Османевт Ломаназа. В центрах традиционной культуры прошли мероприятия, привлеченные ко дню военской славы России, таких населенных пунктов, в селении Чичали, Баташюрт, Аксай, Максоп, Сулевкент, Батаюрт, Аджимаджаюрт. Также в сельском Доме культуры селении Сулевкент, в Сулевкенте за Григорьевич еще до сих пор у нас не открыто центра традиционной культуры, поэтому она еще осталась у нас в сельском Доме культуры, проведена мастер-класс по гончарному делу, и керамики проведения, которые приняли участие селевкентские мастера народных прорисов, организована была также выставка декоративно-прикладного искусства. Также на прошлой неделе в рамках закрытия года культуры филиалов детской художественной школы селением Круш проходил открытый конкурс юношеского творчества по изобразительной искусству под названием «Будущие за нами». Жюри конкурса определила лучших работ на крыльях, на следующий год, в январе-феврале, 20 работ мы выставили на конкурс лучших исполнителей. Работаем по плану, не других. О спортивных мероприятиях последней недели, проходивших в республике и городах субъектов России, доложил начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Ахмель Исаков. На царистикший период у нас боролицы, прошли за нами на соревнования чемпионата Республики Дагестан по волейболу, седьмой из всех команд, принимали участие в честь команд, пошли в занятие наших ассоциальных районов, наши спортсмены заняли первое место и вышли в финал. Вот в эти выходные дни, вот в субботу-воскресенье, 20-21 число, в Махачкале, в 22-м году ДГУ прошло финальное соревнование чемпионата Республики Дагестан, где наша команда по итогам соревнований первый месяц заняла в Сундацкале, второй в Хасариюцкале, третий в Махачкале, четвертый в Триотинскале. Это связано с тем, что наши четыре города, со мной выступали за сбору Дагестана, на выезде были, два-три мера, нам пришлось резервным составом выступить. Тем не менее, выступили хорошо. Полно получается, что в основном 6-ти городков, 6-ти соседей, без них резервным составом выступили на счет. В городе Избирбаш прошел Кубок Республики Дагестан по тайскому боксу среди юношей, из нашего района участвовали 10 человек, все 10 человек стали призерными. В городе Владикавказ прошел переноси в сострии по вольной борьбе среди юношей, это 98-99 годов, в сборной в России в Дагестан, из нашего района участвовали 3 человека, 2 первых места и 1 третье место, все воспитанники из дешевых и братьев Байханова. В эти выходные, 19-21 число, Каспийское проходило между вольной борьбой на призы Кура Магомедова, из нашего района участвовали 3 человека и 1 первое место занято в последнем из нашего района. По линии молодежной политики, вот в субботу 20-го декабря, вот в Махачкале, университет народного хозяйства прошел первый из патриотов, проводимый в Министерстве по делу молодежи Республики Дагестан. Дерегация из нашего, дерегация из молодежи хозяйств района, приняли активное участие, принимали участие на этом мероприятии. Также у нас было сегодня намечено, принести на 20, то есть в субботу, еще итоговое молодежное мероприятие проводимое в Министерстве по делу молодежи в Махачкале, в Доме Дружбы, в субботу, 27-го проводится, тоже такое итоговое мероприятие. Дерегация из 10 человек, мы должны поехать туда, готовимся для участия на этом мероприятии. Работаем по плану, есть вопросы, думаем до конца года, другие вопросы, еще и мы. С оперативной обстановкой по району ознакомил присутствующих замначальника отдела МВД России по Хасавюртовскому району Хункир Жакао. Тачки, особые тачки преступлений по району не зарегистрированы, зарегистрировано всего 4 преступления, это незаконное приобретение и хранение для сильного оружия, боеприпасов в один случай, ДТП в два случая и умышленное причинение вреда здоровью граждан. 4 преступления, все 4 раскрыты. Значит, проводились также мероприятия по обеспечению от стран общественного порядка на период проведения праздничных мероприятий в связи с новогодними праздниками. И далее подготовлен план мероприятий, значит, утвержден расчет сил и средств. В общем, мы готовы для обеспечения права общественного порядка. Добавим и то, что на совещании также заслушивались руководители структурных подразделений по ситуации актуализации домовладений. И Загир Гаджевич Баташев еще раз натерил внимание на необходимость вложиться в план, потому как год уже заканчивается. После ряда других объявлений аппаратное совещание завершилось.